Вот это, по-моему, самая точная фотография Тимура. Я видел много его фотографий. Везде он похож. И немного не похож. Это так и бывает. Соответствует характеру. Но здесь фотографу удалось схватить что-то самое главное. Я смотрю в его глаза. Я думаю, можно ли назвать один день или одно событие, когда человек становится взрослым. Даже не взрослым. Когда наступает духовное совершеннолетие. Нет, это не день. Дни. КОНЕЦ 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 У всех людей, как у людей. Выходной-как выходной. А тут … чего тебе не терпится? Ну, чего тебе? Да мне вот только… чего? Ещё можно Льва Толстого дать, что ли? Если он то ещё написал… Пожалуйста. Слушай. Ты говори, что тебе надо и дай человеку хоть выходной с семьёй провести. Мне моторы нужны и аэродинамика. Вот так вот нужно. Ты знаешь, у тебя какой формуляр? Его бы мой друг, он сейчас в отставке, вмиг бы обсчитал бы. Это как ты обсчитал? Как, как? А так, этот друг любил книги на страницы переводить. Ну, особенно, когда много прочитано. Он бы тебе насчитал страниц тысяч, 30 бы насчитал тебе. Фу, 30 тысяч страниц, это ерунда. Вот я в спеш-школе читал, это действительно, а здесь, ну, просто совсем времени хватает. Пётр Константинович, мне бы ещё альбом. Моторы. Что? Моторы? Нет, не могу. Единственный экземпляр. Из фонда читального зала нельзя. Нельзя. Ну, я вас хоть раз подвёл? Подвёл? Но только до занятий принесёшь? Завтра до занятий. В 7 утра. Прямо к вам на дом. Благодетель вы мой. Ну, не подлизывайся. Я к вам ещё немножко подлежусь, чтобы вы мне французскую книжку дали. До утра. Ну, до утра. У тебя же времени не хватит. Времени-то нет же. Ах ты, какой всё-таки. Но только до утра. До утра. Ну, ладно, где-то вот оно. Благодарствуйте. Честь имею. Начитался классиков-то. Так точно. Начитался. Ладно, иди. Я знаю, что в предвоенные годы были у нас и другие лётные школы. Но поступить в Качу это было очень много. Поступить именно в Качинскую авиационную военную школу имени Мясникова. Во-первых, это была старейшая лётная школа России. Ну, и легенды. Конечно, легенды, впрочем, опирающиеся на вполне реальные события, тоже имели значение. Ну, например, то, что в школе был Нестеров во время дерзкого по тем временам перелёта из Киева в Севастополь. Качи же рядом с Севастополем. Учебная программа была трудной, насыщенной. Школа давала фундаментальные знания в теории. Во владении лётным мастерством тоже всё было очень фундаментально. Но я хочу обратить ваше внимание на другое. Иногда людям очень молодым кажется, что всё в науке, в технике нашей современной началось приблизительно в их время. Ну, скажем, вчера. Когда я смотрю хронику, у меня всегда наше время и то, сохранившееся на плёнке, связывается. Вот это хроника. Занятие в Качи в предвоенные годы. Киноплёнка мне дорога не просто тем, что сохранила историю. Нам сейчас многое кажется простым, лёгким. А в тридцатые годы всё это, азбучное для нас сейчас, надо было сделать азбучным, а сделать это было трудно. И для того времени это были такие же значительные события, как самое ошеломляющее открытие наших дней. Впрочем, это не только в авиации. КОНЕЦ И всё вы, Алексеич, знаете. Ты всё копаешься, ковыряешься. Конструктор. Теория одно, а на практике руками потрогать, ведь как живой. На, вытирай и не болтай. Что мы скажем, если начальник полётов придёт? А что? Усталом не запрещено. Свободное время. Алексеич, а вы сами летали? Я парень отлетал, не начав. Как это? Да так. Было мне столько же лет, сколько тебе. Лоснуло по-лёгким. Ограниченно годен. Ну, а в авиацию я рвался, и никаких. В армии меня оставили. Вот только и добился того, что с самолётами. Да ничего. Вот вас выпущу, вроде сам полетел. Что случилось? Да вот, в моторе копается. А что, брехли? А может, у него с мотором не лады? Помнится, я вам вчера поставил отлично по моторам. Кстати, почему у него увольнительный? Да мода у него такая. Все в город, а он к мотору, копаться. Ну, я ему её разрешаю. Понимаете, Сергей Петрович, ну, теоретически я мотор знаю, а вот практически... Это хорошо, пусть сам до всё докопается. Ну, ладно. Копайся. Скоро мы вас всё равно всех пересадим. Да, кстати, ты же, говорят, рисуешь. Кто рисует? Я? Да. Ну, как все. Ну, вот я слышал, что они как все. Нам нужно выпустить боевое листок молнию. Старый и новый самолёт. А какие самолёты? Ну, придёшь ко мне, материалы тебе дам. Нужно это быстро и красиво. Ну, быстро, да, а красиво, сомневаюсь. Я тебя посомневаюсь. Рисовать будешь только то, что я отмечу. Понятно. А бумага, тушь, это... Ну, это уж ты сам. Ну, продолжайте. Алексеич! Алексеич, а что их за новая машина, знаете? Не знаю. Сложная машина. Можно сказать, трудная. С ней парень надо на вы. аромады, Pay. Как? Как? ВСПОКОЧНО ifbly. Удобная машина. Удобная машина. Как? Как? Так. КОНЕЦ Димка не вернулся. Вроде на горку шел. Да все в порядке. Я сам своими руками проверял. Да не волнуйтесь вы, лейтенант, ну вернется. Какая машина сейчас на ходу? Так все же готовы. Вроде летит, а? Да нет, не он. Это не его машина. Летит. Чертяка паршивая. Ну ему сейчас попадет. А может у него с машиной что-нибудь было? У него-то? Знал я одного такого. Товарищи курсанты, почему на поле? Занятие в классе через десять минут. ЧП ж, товарищ командир. Я сильно извиняюсь, бывшее ЧП. Марш на занятия. Ох, влеплю я вам сутки за пререкания. Товарищи курсанты, команды дважды не подаются. Товарищ командир звена, разрешите остаться? Не разрешаю. Товарищ командир звена, я уверен, случилось что-то. Идите, без вас разберемся. Ну? Влез. Влез. Все, Алексеич, влез. Куда влез-то? В горку что ли? Ну не получалось оно у меня. Теперь все. Все. А я думал, что я что-нибудь там нелады какие-нибудь. Сам Корзухин чуть уже в самолет не сел. Зачем? Ну как зачем? Как зачем? Ты знаешь, на сколько ты опоздал-то? На сколько? На 23 минуты. Ну все, теперь от полета под сторонят и губа обеспечена. Да ты поласкивай с ним. Ну, объясни там, что, как, чего. Ну, придумай что-нибудь. Ну? Ну, ну как, ну как? Ну, допустил нарушение дисциплины. Тренировался. Уважительных причин нет. Заладил, уважительных причин нет, нет. Я тебе говорю поласкивай, а ты мне что? Ладно, иди к дежурному докладу. Ну, поласкивай, а я тоже со своей стороны что-нибудь уж помогу. Иди. Уважительных причин нет. Ну что, получилось? С этим нет. Ребята собирались к самому пойти. Три дня это много. Конечно. Не надо. Я не хочу, чтобы за меня просили, хоть бы кто не просил. Ясно? А потом не три дня, а один. И то без полётов. Ну, видишь, всё-таки вышло что-то. Ну, давай-ка сюда. Орудие производства. Да ладно, мы сами. Давай-давай-давай. Что ты будешь надрываться? Надрываться. Лучшее упражнение для мускулов между прочим. Ну, давай. Что, не слыхал что ли? В одной стране даже есть целая наука по этому поводу. Ну, насчёт науки-то ты трепанул что ли? Ну, если так чуть-чуть. Ну, вот. Наука. О, это, по-моему, Стёпик. Точно. Вот старые лётчики верно говорят, что у каждого в небе есть свой почерк. Вот и Стёпки есть. А это кто вукоблочек? Мишка Комыря. Точно. Да. Ребят, Алексеич говорил, что Мишка летать не будет. Как-то не будет. Ещё как полетит. Загораем. Тренируемся. Не смотрел? Безбожно. То есть? То, что спросил. Безбожно летал, как ас. Ну, ладно. Злишься. Говорили тебе, попроси. Честно тебе говорю, хорошо летал. А на мой век неба хватит ничего. Ну, что, давай остановись. Мышцы немножко разомни. Эх, мне б сейчас крылышки. Я б со Стёпиком сразился. Музыка Да неудобно как-то. Ой, ну что неудобно, Жень, Мишка мировой парень. Я его знаю. И вообще, девочки, в качи такие хорошие ребята. Нет, ну ну мне как-то неудобно. Ну, знакомиться на улице. Да ж ты, Жень, я не знаю. Ой, вон Мишка идёт и ещё кто. Ой, девчонки, слушайте, давайте спрячемся, а то подумают, что мы первые пришли. Правильно, давай, пошли. Ну, а где же твои знакомые? Сейчас буду. Чуть-чуть задерживаются. Иду. Привет женскому полу. Здравствуйте. Здравствуйте, знакомьтесь, это Женя, Женя. Миша, с Одессы. А это наш знаменитый, Качинский ас, мастер штопора и трёх, Тимур. Здравствуйте. Оксана. Очень приятно. А это наш тихий небесный друг, Витя. Женя. Витюша. Оксана. Валя. Серёжа. Оксана. О, Боже. Простите, мы с вами где-то случайно не встречались? Нет, не приходилось. Пардон. Значит так, программа такая. Сейчас мороженое. Вторым номером программы выступят танцы. Доухан. А кто хочет и дальше. Кто за? А ты говорила, город будете смотреть. Женечка. Город не волк, в лес не убежит. И так увидим. А в каком мороженое? В фиалку Монмартера, в зоре Парижа. Утомлённое солнце. На выбор. У нас таких кафе-то даже нет. Извините, ну тогда утомлённое сердце. А у нас мороженое только в бачках продают у пристани. Наша висит, как всегда, в мечтах. У них все такие. Ну ладно, пошли, ребят. Ну а дальше по твоей адской программе что полагается? Шикарный кинофильм. Ладно, мы это уже слышали. Женя, когда работает панорам? Каждый день. Нет, у них только в понедельник, по-моему, выходной. Может, пойдём, ребята? Программа утверждена и подписана. Ей сегодня надо отца встречать. Чё, он маленький? Заблудится? Он сегодня из плавания возвращается. Это не важно. Вы, ребята, идите, ладно? Я, правда, так давно его не видела. Увы, придётся разойтись, как в море корабли. Извините, мадемуазель. Серёга, тебе не кажется, что наша десит слишком командует? Мне, например, интереснее было бы город посмотреть. Ах, извините. А ты когда отца встречаешь? Да никто точно не знает, но сказали сегодня. Ребята, тут такое будет, когда они покажутся. Мы же их три месяца не видели. Всё понял. Не смею мешать. Кто со мной? Я. Я. Слушай, действительно, покажи нам город, а? Мы здесь всё видели? Да. Всё знаем? Счастливо оставаться. До свидания. До свидания. Ребята, ребят, подождите, я с вами. Ребята, я очень быстро хожу. Принимается. Ну, тогда пошли. Пошли. Отсюда вот всегда видно, когда корабль далеко-далеко ещё в море. Авиации не было. Артиллерии. Ну, какая у них была артиллерия? Ведь стояли. Да нет, не стояли. Выдержали такую оборону. Вот где-то тут ходил. Может быть, вот на этом самом месте стоял человек с пронзительными глазами и бородой. Серёга, у неё была тогда борода? Женя знает. Да ничего я, ребят, не знаю. Только очень, очень люблю наш город. По-моему, лучше нет. Есть. Какой? Ну, зачем ты спрашиваешь? Ты же знаешь, какой город я назову. У меня всё там и все там. Я по ним очень соскучился. Но Севастополь мне тоже очень нравится. И вообще, как-то это всё действует. Ну, ладно, ребят, пошли в панораму. Спасибо. 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 Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, у вас есть севастопольские рассказы, Толстого? Ага. Сейчас посмотрю. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Не, ну, как он пишет, откуда он всё это знает? Поколебать силу русского народа. И эту невозможность. Это он пишет о невозможности взять Севастополь. Ой, наши идут. Ребят, наши идут. Ребят, я побежала, ладно? Спасибо вам за всё, ребят. Тебе спасибо. Мы без тебя ничего бы не увидели. Нет, ну, ладно. В общем, я пошла. Тимур, я тебя познакомлю с Жорой. Он сейчас в плавании. Когда вернётся, я тебя познакомлю, хорошо? А Жора это кто? Брат. Нет, не брат. Ну, в общем, ладно, ребята, я побежала. Приходите в порт. Ну, пошли. Вот видишь, не брат. Ты что это, братец? Она мне понравилась. И мне Женя понравилась. Ну, ладно, я тебе скажу, чтобы уж больше никаких. Вот если бы одна девчонка, которая живёт не здесь, допустим, захотела бы побродить по городу, а здоровенные балбесы взяли бы и засели в кино. Как думаешь, ей было бы приятно? Так все расы ушли, она одна. Ну, если одна девчонка, да ещё не здесь. Молчу. Ты вверх благородства. Вот и как думал. Ну, ладно, пошли в порт. Может, больше и не увидим никогда, как моряки из дальнего возвращаются. Мне кажется, Тимур был всегда особенно внимателен, когда кто-то из его друзей говорил о своём отце. Я знаю, что значил в жизни Тимура отец. Есть такое выражение – держать равнение. Мне кажется, эти слова относятся к Тимуру полностью. Мне кажется, он считал, что в жизни человека это всегда так – держу равнение на отца. Но у Тимура было два отца. Родного отца, Михаила Васильевича Фрунзе, Тимур почти не помнил, хотя и знал о нём всё. Климент Ефремович Ворошилов стал вторым отцом. Он воспитал Тимура и его сестру Таню. Два легендарных героя и два отца. Вот оно равнение. Трудное равнение. По человеческому счёту, это разговор о праве. О праве носить свою фамилию. Не называться, а быть сыном Фрунзе. И сыном Ворошилова. И как всё было связано. В начале 20-х годов Михаил Васильевич Фрунзе, председатель Реввоенсовета СССР, уделял огромное внимание развитию авиации. А в 40-м году его сын Тимур становится военным лётчиком. Климент Ефремович Ворошилов подписал текст новой воинской присяги. Текст присяги подписал отец Ворошилов и нарком Ворошилов. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды рабочих крестьянского военно-морского флота, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров, комиссаров и начальников. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемирно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине и рабоче-крестьянскому правительству. Готов по приказу рабочих крестьянского правительства выступить на защиту моей родины, Союза Советских Социалистических Республик. И как воин рабоче-крестьянской Красной Армии я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Не спишь? Надо написать про сегодняшнее. Дом наверняка ждать будут. И мне что-то не спится. Я дома очень люблю этот день. А у нас дома, знаешь, как хорошо. Только в этот день никак его не дождешься. Очень я по дяде Клима соскучился. Он сейчас тоже, наверное, не спит. Он вообще-то всегда встает в пять, но редко в шесть. Мы еще только глаза продираем, а он уже уехал. Мы даже и редко виделись. Мы уже спим, а он только приезжает. А сегодня я бы его дождался. Я его всегда в праздник дожидался. Ты знаешь, он, как и некоторые отцы, тоже не хотел, чтобы я был летчиком, а шел в артиллерию. А сам, когда я маленький был, подарил мне книжку про авиации. Ребята, у меня отец тоже сказал, как хочешь. Тебе, говорит, жить, тебе решено. А сам, конечно, мечтал, чтобы я был так же, как он, учителем. У нас в школе, в Сельске. А я сейчас к Степику заглядывал. Лежит, ворочается. Правда, тоже делает вид, что спит. Но это он всегда так, когда думает. Мы с ним друзья-то с детства. В школе, дома, все вместе. А хорошо все не было. Правда? Угу. Хорошо. Только не сегодня, а уже вчера. Скоро рассвет. Тимка, а что ты думаешь по поводу нашего союза с Германией? Да, как тебе сказать? Ведь он прошагал всю Европу. В общем, надо быть готовыми. Готовыми. Что ж так рано поднялись? По-моему, первый раз. Ой, спать хочется, как никогда. А я уже. Ты посмотри на него. Жаркий будет день. Я заметил, солнце в Ареоле, значит, будет жаркий день. Ого. Сейчас бы купнуться. Ну да, купнешься. Сейчас как в поход километров на 20, со скатками как бросит. Я знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Мессор! В этот час началась Великая Отечественная война. Товарищ генерал, мы пришли от имени всех курсантов. У нас только что кончилось комсомольское собрание. И мы просим направить нас... Знаю, знаю, все знаю. Товарищ генерал, мы просим направить нас на фронт. Я вам могу сказать только одно. Училище продолжает занятия. Товарищ, как продолжает? Как продолжает? Ведь идет война. Товарищ генерал, все колхозные ребята нашего возраста уже на фронте, не имея военных профессий. Да. Мы считаем, что если нас нельзя выпустить немедленно, мы требуем, чтобы нас взяли добровольцами. Так ведь фронту недоучки не нужны. То есть как недоучки? Как недоучки? Товарищ генерал, законы военного времени... Разговоры отставить. Не мне вас учить воинской дисциплине. Что вы не знаете устава? Что вы школьники? А еще лучшие комсомольцы, лучшие ребята. Товарищ генерал, разрешите обратиться? Не разрешаю. Эмоции, требования. Раз-раз и в атаку. Я вас понимаю, ребята. Конечно, трудно. Знаешь, что идет война, а приходится учиться. Или учить. Но другого выхода нет. Вы же не готовы к боям. Вас выбрали ваши ребята. Так вот и помогите мне, помогите училищам. И что больше никаких рапортов, никаких требований. Только учеба. Только учеба. Вот передайте это вашим ребятам. Ну, а я могу гарантировать вам только одно. Мы ускорим ваш выпуск. И месяца через два, а может быть... Ну, максимально через три, вы будете на фронте. На остальных фронтах в течение ночи на 15 августа продолжались ожесточенные бои против фашистских войск. Мы передавали сводку советского информбюро. Ну, и дрянная погода. Сплошная трясина. Так и будем летать. По чайной ложке. Да, это тебе не Крым. Плохо. Я разговаривал с ним. Он сначала слушал. Потом отвернулся к стенке. И молчит. Страшно. Страшно получить известие о гибели отца. Сегодня что, ты дежурный? Ага. Ну, счастливо. Ну, счастливо. Витька, я ничего тебе, Витька, говорить не буду, страшно, я вот отца совсем не знал, не помню. Не помню и все, да и маму тоже плохо помню, тебе в сто раз хуже, я отца совсем не помню, а ты с ним всю жизнь. У нас с Танькой совсем родных больше не осталось, только она да я, вот еще Лидия Ивановна как родная, дядя Клим, тетя Катя, ну еще есть дядя и тетя. Дни двоюродные, другие, совсем не родные, но, ну как родные, понимаешь? Вот ты отца никогда не забудешь и никогда не простишь. Но ведь жить надо. Маме твоей сейчас очень тяжело, у нее уже никогда не будет того, что было. Война кончится, а прежней жизни не будет, надо будет другую жизнь строить, без отца. Но с тобой, понимаешь? С тобой, с твоей помощью. Я бы сейчас взял и написал ей письмо. Напиши, Витька. Ну давай вместе напишем. Ну кто же ей еще напишет, как не ты? Не могу я, понимаешь, не могу. Я вот замечал, что женщинам, даже самым самостоятельным и твердым, требуется помощь. Мужская поддержка. Они даже себе не признаются, но мужская поддержка им помогает. Твоя мать, наверное, такая. Давай напишем письмо, Витька. Пусть она знает, что хоть ты в порядке. Нет. Ты знаешь, какая у нас была семья. Ты знаешь, какая была семья. Так у нас тоже могла быть. Только ее не было. Мама всего на год с небольшим отца пережила. А знаешь, как они любили друг друга. Трудно, конечно, о близких людях говорить. Я вообще никогда не говорю даже с Танькой. Ну вот я знаю, друзья отца говорили, что у отца с матерью были такие отношения, какие редко встречаются. А вот дядя Клим стал нам вторым отцом. И ни Танька, ни я никогда не чувствовали себя сиротами. Понимаешь, никогда. Вот ребята часто смеются, что я с книжками вожусь. А ведь это тоже дядя Клим. Он сделал так, что мы не чувствовали себя одинокими. Чуть что-нибудь, всегда ребята рядом. Я очень, понимаешь, очень ценю крепость человеческих отношений. Люди очень много могут сделать друг для друга. Твоя мама, наверное, внешне уже оправилась. Но ей нужно твое письмо. Для сердца нужно. Чтобы не зачерстветь, понимаешь? Витька, ты должен сделать так, чтобы она почувствовала все как будто при отце. Его нет, но и ты же знаешь, каким он хотел тебя видеть. И делаешь все так, как будто бы он есть. Ну, я так считаю. Только выпустили скорее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Видишь ты, нас уговаривал, а ведь сам сорвался. Что сорвался? Молодец, глаза показал. А говорят, его генерал к себе вызывает. Да ну, все равно молодец. Я тебе ничего и не говорил. Товарищ генерал, но ведь задание учебного полета давало право на самостоятельное решение. Да, так точно, товарищ генерал. Товарищ генерал, курсант Фрунзе по вашему распоряжению явился. Доважите о полете. Я имел право провести учебный бой. Но это право вас никто не отнимает. Я говорю о другом, о тактике, о мотивировке действия. Ну, допустим, противник прижал меня к земле. Я же должен использовать это положение для пикировки. Я считаю, что пикировка с низким выводом целесообразнее. Ну что ж, в этом вы правы. А что у него в листе налетов? Пожалуйста. Так, что тут у вас в комплексе? Так, левый, правый, мелкие и глубокие биражи. Отлично. Переворот через крылышки. Отлично. Петли Нестерова так. Полупетелька так. Бочка, спираль так. Ну что ж, можете идти. Есть. Сильных ребят воспитал. Гвардия. За такими силачами, товарищ генерал. Только смотри. Ну ладно, ладно, ты не скромничай. Ну что ж, придется печатать приказ о тебе, товарищ лейтенант. Благодарность за отличную подготовку пилотов. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы, ваши руководители, поздравляя вас с окончанием учебы, знаем, что вы продолжите славные традиции выпускников нашей школы. А наша школа дала родине много превосходных прославленных летчиков. Будьте такими, как они. Счастливый путь вам, ребята. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не узнаете? Что, серьезно не узнаете? Не помните? Нет. А что я должен помнить? Как двое мальчишек пришли записываться в летчики. Ну, тогда еще до войны. Ну, разве такое помнишь? Сколько у вас было таких вихрастов, курносов и чего только не придумывали. А я вот все-таки летчиком стал. Бывает. А если серьезно, так я вам благодарен. Здорово вы мне тогда влепили. Я знал, что ты у нас, Тимур. Узнали все-таки. Все документы через меня проходят. Вы знаете, почему я пришел? Нет, пока нет. Ты садись. Рассказывай. Понимаете, я сдал материальную часть самолета не хуже других пилотов. Ну и что? А меня вместо того, чтобы направить на фронт, оставляют инструктором здесь. Так в чем же дело? Как в чем дело? Я стал летчиком не для того, чтобы учить других. Я добиваюсь своего права быть на фронте. Ну, хорошо. Вы согласны? Спасибо. Я... Нет, нет, ты подожди, подожди. Я тебе ничего не обещал. Ну, вы же сказали хорошо. Я сказал хорошо не в смысле согласен, а просто так. Ты меня на слове не лови. Я каждый день выдерживаю здесь такие атаки, уже привык их отражать. Все вы рветесь на фронт. Я вас очень, я вас... Я вас очень прошу, вы поймите. Я не могу не быть на фронте. К тому же война может каждый день кончиться. Так. Да будешь ты, будешь. Ты же сам понимаешь, что война не кончится вот так. Сегодня. Поработаешь здесь полгода, станешь чуть старше. Ну и тогда, тогда я сам первый буду тебя рекомендовать. Ты пойми, мы сейчас везде, где только можем, стараемся беречь вас, молодых. Где только можно. Это не всегда получается, а сейчас такая возможность есть. И все-таки я настаиваю на своем. Прошу принять мой рапорт на имя маршала авиации. Нет, ну с тобой как с человеком нельзя. С тобой, пожалуй, валерьянку научишься пить. Давай сюда твой рапорт. Ну, счастливо оставаться. Держи. Что это? Так у нас, понимаешь, полный рюкзак, сухой паём. Ничего-ничего, в дороге пригодится. Спасибо. Держи. Спасибо. Между прочим, курить пора бы научиться. А, не в том счастье. Жалко, деньком бы позже, тогда, может, вместе. Так что, добился, что ли? И молчит. Да так само и малость, но ничего, я их добью. Огневой атакой. Да, и адресок, что ли, запишу. Все знакомый человек в Москве. После войны да в гости. Правильно, и я ваш. И мой. Отлично. Извини, Федь. Ничего. У каждого человека адрес места жительства должен быть. И у Фёдора будет. А я ничего не говорю. Вон, у меня две недели тому назад никакого адреса не было. А теперь есть. Пишите. Клин. Вторая просека. Семнадцать. Даже письмо от матери получил. Ну. Тогда и мой пиши давай. Кривой Рог. Первомайская. Двенадцать. И у меня двенадцать. Кремль двенадцать. Как это, Кремль двенадцать? Ну как, адрес такой, я же в Кремле живу. Вот черт. Месяц вместе прожили, а только сейчас дошло. Так ты, Фрунзе, это тот Фрунзе что ли? Что значит тот? Ну я читал. Слышал. Михаил Васильевич Фрунзе, герой гражданской войны. Ну ладно, ладно. В общем, счастливо тебе, Тимка, добиться. Спасибо. Так ты что, внук его, да? Какой там внук? Отец он мне был. Всем знакомым расскажу. С таким человеком вместе служил. Я тебе расскажу. Пора, пора, братцы. Ну счастливо вам, ребят. Может и я за вами скоро. Молодец. Так и надо. Ну что, присядем на дорожку? Давай. Ну ладно. Счастливого вам неба, ребят. Легкого взлета мягкой посадки. Тимур, подожди. Сейчас доложу. Тимур, ты слушаешь? Да. Я доложил Клименту Ефремовичу. Он сейчас принять не может. Очень занят. Просил, если ты можешь, зайти к нему в двадцать ноль ноль. Хорошо. В двадцать ноль ноль я буду. А вы ему, пожалуйста, передайте, что сегодня в двадцать три тридцать я отбываю на фронт. Сегодня в двадцать три тридцать на фронт? А он знает? Нет. Ну хорошо. Я передам. Это северо-западный фронт. Конец декабря 1941 года. Начало января года 1942. Вспомните, в то время только началось наше наступление под Москвой. Вспомните про Ленинград в огненном блокадном кольце. Да что ты мне говоришь, как будто я не знаю. Да мы мессеры зашли в хвост. Он вильнул навстречу еще. Он в горку, а не за ним. Да мог бы прыгнуть. Да не мог он прыгать. Он не знал, куда падать, что ты не знаешь, что там у нас внизу. Он бы пошел вниз с факелом, да еще с фрицем. Вот и увел фриц. Вот и погиб. Ах, Леника, Леника. Как он плясал-то, а? Да, когда письмо пришло. Сегодня утром было. А так дочке несколько дней, а отца уже нет. Пишите, представься, лейтенант. Новый к нам. Ну, представься, после. Вон твоя койка. Ленькин. Друга мы своего потеряли сегодня, боевого. Может, ты его знал? Леонид Андреевич Андреев. Нет, я Вальку Андреева знал по Каче. Качинский. Наш. Ну, ладно, братцы, вот что я считаю. Надо за Леньку отомстить. Ты комсомольц? Конечно. Ну, вот будешь его, боевой счет тоже выполнять. Да, ну ладно, я пойду машину готовить. Да, кстати, летать умеешь? Боевого налета нет. Но у нас машин нет. Так я на своей прилетел. Отберет. Кто? Майор Маловец. Ну, это мы поглядим. Погляди, погляди. Знаешь, какой он у нас? Дашь тебе какую-нибудь развалюху. И будь тебе на ней проверочку устраивать. Ну, ладно, ладно, ты его не пугай, иди готовь машину. Да, ну ладно, пойду. Вообще-то он прав, ты не обижайся. Наш комполка, мужик замечательный, но держит все. Он тебя сначала проверочками по технике, теории вымотает, а потом решит куда. Ну, здесь коса на камень найдет. Ну, увидишь. Чего смеешься? Да так, имею кое-какой опыт по уламованию. Никак не мог добиться направления на фронт. Ну, знаю. Сначала полетай, потренируй других. Да, и у тебя было? Было, было, все было. Давай документы. Ожидан, мы с тобой встречались где, фамилии вроде знакомы. Ты знаешь, меня последнее время все почему-то спрашивают о фамилии, а я почему-то начинаю злиться. А, понял. Понял. Ты не злись. Есть у людей любопытство, вот и спрашивают. Ну, ладно, с этим все в порядке. Ты понимаешь, мне письмо надо написать Ленькиной жене. А жена у него такая, ну, девочка совсем. Да. Дорогому от любящей Иры. Я-то тебе напишу, Ира. А вот как ты прочтешь? И у меня товарищ тоже на фронте погиб. Вместе в Москве на переподготовке были. Федором звали. Пять дней как улетели, а потом в полк сообщили, погиб в воздушном бою. Ты наши новые машины знаешь? Ну, так, теоретически. Летали тренировочные? Ну, если знаешь, все в порядке. Да. Эх, Ленька, Ленька. Тихий, да? Или орать будешь? Только не старайся, не поможет. Не могу и все. Знаешь, у меня сколько машин? Я понимаю, вы должны меня проверить. Мне говорили, вы будете устраивать экзамен. Но здесь фронт, а не школа. И я имею право на полеты. А проверять, проверять вы меня можете на любой машине. И на этажерке? Да, и на этажерке, пожалуйста. И не кричи. А я и не кричу. Погоди. Видишь, вон, он стоит. Вот приведи в порядок и летай. Есть, решите идти. Настырный какой. Петр Кузьмич. Так у него же с мотором-то. А вот пусть сам и разберется. А мы поглядим, что к чему. Молодой очень. Молодой. А так вроде... Да нет, школа-то ему дала аттестат по высшему рангу. Ладно. Если определит, в чем поломка, дадим ему завтрак крылышке. Пусть костылей гоняет. Вот несколько строк из письма, написанного в это время Климентом Ефремовичем Ворошиловым Татьяне Михайловне. Последний раз я видел Тимура 1 января. Настроение у него было хорошее, приподнятое. Дал мне слово вести себя на фронте разумно, быть дисциплинированным летчиком и во всем прислушиваться к опытным, знающим дело старым летчикам и командирам в первую очередь. Как на деле будет, сказать трудно. Уж больно он неугомонен и горяч. Все же я полагаюсь на его природный ум и хорошую сметку. Слушай, я все понял. Если Торопец, Великие Луки и Холм будут отрезаны, то получится коридор и тогда им уже ничего не поможет. Это здоровеннейший клин между Москвой и Ленинградом и закрыть его невозможно. Точно. Так что дела делишки налаживаются. Вперед и только вперед. Без подробностей? Кое-какие подробности есть. Ты ходил? Да, страшно поругались. Правда сказал, еще два дня подержат на патрулировании, а потом к тебе в пару. Ясно, ко мне. Он не возражает, правда. Еще бы возражал. Я ему же поперек горла встал за то, что он тебя держит. Я ему сказал, что я даже не понимаю, как ты выдерживаешь. И ты бы выдержал, если б надо было. Понимаешь, я житве этого костыля сам могу подбить, а должен вызывать силу с аэродрома. Я глаза фашиста вижу, руки его на штурвале и гашетке. Гнать, пожалуйста, а тронуть ни за что. Это год. Он и учитывает, что выдержку твою. Ну, а еще что-нибудь узнал? Кое-что узнал. Давай замнем для ясности. Споем? Из меня певец-то так себе. Ладно, ладно, не скромничай, товарищ летчик. Живет моя отрада? Да можно и отраду, только ты, по-моему, что-то хитришь. Живет моя отрада в высоком тюрему, а в тюрем тот высок... А я смотрю, у вас тут веселехонька, а ты шумел сегодня. И вообще что-то у меня шумные стали. Так не зря шумел? Ну, допустим. А я вообще ни слова. Вот именно. Кто-то корреспондент спрашивал, когда ты ушел, кто такой сердитый? Ты тоже мне заступаться за тебя стал. Да я его первый раз вижу и вообще ни о чем не просил. Да знаю, что я не понимаю, что тебе давно уже пора быть в бою. Понимаю. А машину что, я на сотню, что ли, считал? Ну, ладно, только чтобы меня аккуратно. Да вот и не будем вас больше беспокоить. Пара у нас слаженная с того ведущей, что ведомый. Да, вижу, спелись. Что, все уже решили? Да, 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 решили. И не приставайте больше ко мне. Лучше спойте. Вы что думаете, я на вас смотреть пришел, что ли? Я на песню пришел, так что давай. Ну, вот вы нам и подпевайте. Давай, врач. Живет моя отрада В высоком терему А в терем тот высокой Нет входа никому А в терем тот высокой Нет входа никому Я знаю, у красотки Есть сторож у крыльца Никто не загородит Дорогу молодца Никто не загородит Дорогу молодца Войду я ко милой в терем И брошусь в ноги к ней Была бы только ночка Да ночка потемней Была бы только ночка Да ночка потемней Была бы только ночка Да ночка потемней Была бы только ночка Была бы только тройка Да тройка порезлей Была бы только тройка На тройках порежим. Поздравляю. Спасибо. Батальон им не рассказывал. Хорошо сработал. Это который у тебя по счету вылет? Первый. Раньше на прикрытии аэродрома летал, а на прикрытии войск первый. Ну ладно, ладно, больше не буду тебя держать над аэродромом. Я бы раньше тебя отпустил, если б только можно было. В общем так, для меня все люди делятся на пилотяг и на пешеходов. Имею слабость к пилотягам, ничего не могу с собой поделать. Только не загордись. Я ведь очень на тебя рассчитываю, потому и называю пилотягой. Да нет, я еще плохо летаю. Э, этого не люблю. Оставь для барышин. Да нет, я серьезно говорю. Вы понимаете, какая штука? Я ведь только оборонялся, а не нападал. А надо нападать. Ведь я же его ждал оттуда. А он оттуда прилетел. А где же он мог пройти? Понимаете, какая штука? Они что делают? Они когда к нам идут, заходят к нам в тыл. А потом от нас к нам же и летят. Ну что ж, это интересная мысль. Надо подумать. Тинк. Тимур. Что, спишь, что ли? Это же, наверное, заснул. Первый раз с книгой заснул. Слушай, есть еще время поспать? Да вроде бы есть. Мы сколько вчера с тобой спали? Да я не помню. Хе-хе. Мы вроде бы и не ложились. Не разберешь, то ли вчера, то ли сегодня. Слушай, Тим. А мне сон снился. Видишь, как они быстрые-то бывают сны. Представляешь, и снились мне почему-то цветы. Ромашки, одуванчики. Это к письму. Да ладно тебе. А что, почему бы и нет? Нет, слушай. Знаешь, ведь будет же когда-нибудь такой день, когда цветы. И тихо-тихо. Ну, кончай-то читать. Читаешь, читаешь. Ну, ладно. Да вообще-то я привык и читать, и слышать. Нет, вот правда. Представляешь, вот живем так, а ведь будет когда-нибудь день, и все опять как до войны. А? Нет. Как до войны не будет. Почему же это не будет? То есть, наверное, будет, конечно, но не для нас. Но ведь вернемся с войны другими. Ведь все, о чем мы сейчас думаем, что видим, это ведь это никогда не забудешь. Да уж точно. Не забудешь. Но ведь человек не... Ну, не может человек все время помнить плохое. Я вот, например, точно знаю, что я буду помнить всегда. Это наше братство фронтовое. И маленькую девчонку из деревни. Она меня еще дядей называла. Ты знаешь, я здесь начал о многом задумываться. За полгода войны, пожалуй, больше, чем за всю жизнь. А когда война окончится, что будешь делать? Останешься в авиации? Конечно. Хотя, ты знаешь, вот так сразу тебе ответил, а сам еще не знаю. Ну, авиация-то, конечно. Только вот не знаю, что. Мне бы, например, хотелось быть испытателем и конструктором. Я, конечно, тоже останусь в авиации, но, знаешь, хочется полетать на гражданских линиях. То есть, Свердловск, Чита, Хабаровск. С детства меня дальние расстояния привлекает. А ты сейчас спросил, кем я буду? Ты знаешь, я перед фронтом в Москве домой заходил, книжку одну искал, но не нашел. Или Татьяна с собой взяла, или спрятала. А нашел свой альбом старый с рисунками. И вот что чудно. Когда я был маленький, ну, лет мне было, наверное, семь или восемь. Я рисовал гражданские самолеты. Там одна картинка такая. Внизу нарисован то ли гусь, то ли жираф, там непонятно. Машина едет, еще дорогу нарисовал, наискость, такой длинная дорога. Вверху солнце вовсю, и летит самолет. Летит по направлению к солнцу. И написано проводник. А другая картинка, то ли военный самолет, то ли гражданский, неизвестно. Наверное, что-то придумывал, придумывал, так и не придумывал. Разделил лист на две части. На одной стороне по линейке крыловой черти, а на другой ничего не рисовал. Чистая половина. Я эти рисунки видел в доме Татьяны Михайловны Фрунзе сестры Тимура. Рисовал маленький мальчик. Для себя, как умел. Ну, вы понимаете? Проводник. Самолет-проводник. Значит, летчик-проводник. Значит, человек, который приходит на помощь тем, кому эта помощь нужна. Самолет. Все вычерчено. Тимур был еще учеником школы, будущим артиллеристом. А в душе был уже не артиллеристом, а летчиком. Поднимал уже самолет в небо. Мысленно, конечно. И вот этот рисунок. Может быть, не все понятно, но такой лист и есть. Разделен на две половины. На одной половине крыло, деталь какая-то. На второй половине ничего нет. Бывают такие простые вещи. Альбомы, тетради, черновики, рисунки. Они частицы живой жизни человека. Его размышления. Его души. И этот лист такой же. Может быть, чисто эта, ничем не заполненная часть листа, как она была бы интересна, энергична, талантлива, если бы на ней расположилось все, что сделал бы в жизни Тимур. Ну, ладно, давай чайку выпьем. У нас, по-моему, еще где-то варенье оставалось. Часто который. Э, ничего себе потрепались. Уже четыре скоро. Да ну успеем это спаться. Нет, ты как хочешь. А я еще посплю. Еще неизвестно, какой нам с тобой день предстоит. Ты мудрец. Сдаюсь. Сдаюсь. Дядя Леша! Если что, я тебе махну. Дядя Леша! 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 Дядя Чехос! Дядя Леша! КОНЕЦ КОНЕЦ Тимур погиб. Я знаю, где это было. На Северо-Западном фронте, в районе Старой Руссы. В 1942 году, 19 января. Я видел указ Президиума Верховного Совета о присвоении ему звания Героя Советского Союза. И в школе, где Тимур учился, я видел его имя на мраморной доске, рядом с другими именами его товарищей по школе, не вернувшихся с войны. Я видел в газете «Правда» сводку Совинформбюро за 19 января 1942 года. Здесь есть такая строчка. В воздушных боях за истекшую неделю сбито 74 самолета противника. Среди этих сбитых самолетов фашистские самолеты, сбитые Тимуром Фрунзе. Вот еще строчка. Наши потери 39 самолетов. В этом числе 39 самолет Тимура. В этом числе жизнь Тимура. Его последний бой. Я все знаю, но представить, что Тимура нет, не могу. Вот смотрите. Это хроникальные кадры Тимура. Посмотрите еще раз и еще раз. Они очень короткие. Совсем маленький мальчик. Еще никто не может сказать, каким он станет человеком, когда вырастет. Тимур – школьник. Вот каким Тимур был в школе, товарищи хорошо помнят. Я знаю, почему я не могу представить, что Тимура нет. Когда я разговаривал с друзьями, они все говорили о Тимуре, как о живом человеке. Не в том даже дело, в каком времени говорили. Наверное, в прошедшем времени. Но так, будто не прошло более 30 лет. На этой фотографии, друзья, вы Тимура узнали. Это Степа Микоян. Степан Анастасович Микоян, заслуженный летчик-испытатель Советского Союза, генерал-майор авиации. Они были всегда вместе, жили рядом, учились вместе и даже сидели на одной парте. Говорит Степан Анастасович Микоян. 31 декабря я был в это время в Москве, где находился мой полк. Это время было, когда немцы были совсем близко от Москвы. И последний раз я с ним разговаривал по телефону. Он позвонил мне и сказал, что его полк уезжает на Северо-Западный фронт, и он тоже едет туда. И вот это последний раз, что я слышал его голос. И потом я тоже, будучи раненый, лежал в больнице и узнал о том, что Тимур погиб. Прошло уже много лет, но я не могу забыть Тимура. Это был исключительно необычный парень, необычный человек. Что это вот такие необычные люди, из которых рождаются герои, рождаются какие-то выдающиеся люди, известные очень многим. Ему еще не было 19 лет, когда он погиб. 5 апреля ему должно было исполниться 19 лет. И вот думаешь о том, кем бы он мог быть, он бы достичь мог очень многого. Это был, как я уже говорил, я повторю, во-первых, исключительно культурный, эрудированный, грамотный человек. И во-вторых, настоящий мужчина, настоящий, ну, вначале мальчик, и потом мужчина, смелый, храбрый, волевой, подтянутый, энергичный. Я часто думаю о Тимуре. Каждый год человека не подготовка к жизни, а уже сама жизнь, со своим счетом, с полной мерой человеческой ответственности. И так в 10 лет, в 15, и тем более в 18 лет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тонут в багровом закате горькие вспышки ракет, Что ж вы молчите, ребята? Что ж вы молчите, ребята? Нам надо песню допеть, Нам надо песню допеть. ПЕСНЮ, РОЖДЕННУЮ СЕРДЦЕМ ПЕСНЮ, РОЖДЕННУЮ СЕРДЦЕМ ПЕСНЮ, РОЖДЕННУЮ СЕРДЦЕСКИ ПЕСНЮ СЕРДЦЕМ С ветром пургой облаками Скоро поспорим опять Не называйте птенцами Не называйте птенцами Тех, кто умеет летать Тех, кто умеет летать Тех, кто умеет летать